Эта необычная экспозиция должна стать интересной и людям, жившим в советскую эпоху, и молодежи. Первые вернутся во времена юности, вторые смогут познакомиться с культурой тех лет, а главное понять, насколько огромна и многонациональна была наша страна. Костюмы из частной коллекции Елены Бунаковой будут представлены на этой выставке. Туркмения, Узбекистан, Туркменистан, Армения, Грузия, в общем, все 15 союзных республик. И даже больше. Не всем известно, но в определенный период существования СССР в союз входило 16 республик. Одна республика Карелло-Финская, она существовала как раз с 1940 по 1956 год. И костюм женщины этой республики, вот в наряде традиционном, национальном, здесь у нас представлен. Здесь же можно будет увидеть уникальные вещи быта жителей братских республик. О каждом экспонате посетителям подробно смогут рассказать сотрудники историко-культурного центра. А это, как я понимаю, люлька. У какого народа такая люлька была? Это у среднеазиатских народов, практически у всех. И узбеки, и таджики имели такие вот люлечки для детишек, которые выросло не одно поколение в этой люльке. Эта люлька подлинная. Ребенка нельзя было показывать чужим людям. Поэтому, когда приходили гости, люлечка закрывалась со всех сторон. Познакомила она с Верой Васильевной и с еще одной удивительной вещицей. С первого взгляда сложно было догадаться, что это. Сюда насыпалась сурма или хана, разводилась. Это макалось и рисовали брови, глаза. А еще Елена Бунакова предоставила для экспозиции тряпичных кукол ручной работы, которые также находятся в ее коллекции. Это авторская кукла Поповой Татьяны из Петрозаводска. Сделана она специально для этой коллекции. И причем Татьяна делала так, что выбирала старинные ткани. Старые, даже где-то, может быть, затертые. Куколки такие получаются, может быть, кажется, что они как застаренные или грязненькие. На самом деле это вот так шито, потому что это действительно вот такая авторская, уникальная кукла. А вот этот узбекский халат здесь висит не просто так. Его можно снять, надеть на себя и сфотографироваться на память. Открытие выставки «Братских народов. Союз вековой» состоится 9 ноября, после чего каждый желающий сможет своими глазами увидеть моменты истории нашей страны в тот период, когда она была многонациональной, дружной и очень разноликой. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok